Встречайте, Алексей Луконин, директор города Москва. Спасибо большое, присаживайтесь. У меня очень простое выступление. Правда, я представляю, я подставлюсь. Под острым Сергеем Гуреевым за выступление. Для меня это впервые, честно говоря, я в полном восторге. Я увидел, что на сцене есть человек с чувством юмора. В зале есть абсолютно, да. Но на сцене вы были неподражаемы в этом плане. И ради одного этого стоило приехать, честно говоря. Спасибо большое, что у вас день рождения, что вам 50 лет. Спасибо вашим родным. Родителям и тем, кто помог вам в таком виде достичь этого отрицающего рубежа. Мне, собственно говоря, нужно им представиться, потому что некоторая часть меня знает, некоторая часть обо мне сплетничает. Да, по-хорошему, позитивный, надо привыкать к позитивным компаниям, позитивным словам. Вот, шепчется. Кто-то вообще не представляет, что это такое, ну, в смысле, я. Вот. Самые счастливые люди. Ну, недолго. И, собственно говоря, ну, прежде чем мне, собственно говоря, начать сетевую жизнь, как вы понимаете, мне нужно было родиться. Вот. Это случилось за полярным кругом, Мурманская область, город Пола. Вот. Беннаморская база, как вы знаете, Североморск, Чальный. Папа был на работе, мама в больнице. Вот. Папа военный, мама инженер-строитель. Вот. Там я, собственно говоря, первые несколько лет провел своей жизни. И потом, практически все осталось в жизни, я жил на Северном Кавказе и Закавказе. Вместе с отцом мы переезжали очень много. Потом отца перевели в Москву. Это был уже восьмой класс. В Москве закончил школу. И, хотя мой отец был против, без чувства противоречия, вот, я поехал поступать на Украину, в Черниговское летное училище. Был 83-й год. В 87-м году я его закончил. И начал служить в военно-воздушных силах. Вот. У нас записан был летчик. Такая черточка, которого называли минус инженер. Вот. По профессии летчик минус инженер я стал и работать. Вот. Работал я тоже в разных регионах. В 91-м году я оказался в Казахстане. Вот. По Ягузе. Здесь был городок замечательный на Труссиле. Вот. И 14-го июня нам объявили, что теперь с этого дня мы казахский летчик. Вот. Утром на построении. Вот. Я посмотрел себе в зеркало. Не подожди. Летчика увидел. Вот. К тому же, получалось, что я как-то странно должен как-то... Ну, то есть, никаких, там, безумеется, год, нельгот, там, ничего этого в России уже не считалось. Как-то я так измерял жизнь с Россией. Ну, или на крайний случай с Украиной, потому что на Украине я еще... Ну, вы понимаете, с Украиной нельзя уехать, не женившись. Но мне не повезло. Я женился, мало того, что на Хохлушке, еще и на Западенке. Вот. Вот есть такие вздохи сразу. А, понятно, да? Понятно, как ты оказался в сетевой маркетинге. Вот. У них там... Не, я ничего плохого не могу сказать. Потрясающие женщины. Ну, у них матриархат. Они не знают, что мужчины главные до сих пор. Вот. И пребывают в иллюзиях, что они рулят. Вот. И этого не скрывают почему-то. Есть мудрые женщины, которые так рулят, но скрывают. И остальные, которые не на Западной Украине. А вот на Западной Украине они не скрывают. Скрывают. Вот. Ну, и... Там у меня дочка родилась. Вот. Таким же характером, как и у мамы. Две Хохлушки дома, это праздник просто. Вот. У меня еще и мама, собственно говоря, Хохлушка. Поэтому я... Я у них как бы... Они меня обзывали суржиком, короче. Полная была дискриминация национальная дома. Вот. Поэтому я не выдержал и много работал. Начал искать себя на разных работах. Разные работы, совершенно разные. Много чего знаю. Начинал я с охраны, как положено всем военным. Но у меня была такая верхняя рахта охраны. Я охранял проституты. Да, это было весело. Там, знаете, как у русского народа. Че охраняешь, то и имеешь. У нас же так было в России, правильно? На заводе работаешь, да? На складе охраняешь. Ну вот, собственно говоря. Собственно говоря. Собственно говоря, работаешь. Разные другие профессии. Я думал, что нужно учиться. Пошел учиться. В конце концов, пошел учиться. Я сначала думал, разные курсы нужно заканчивать. Мне все объясняли, что курсы разные. Это на жаргоне профессионалов называется выпидыш. Ну, я ладно. Позитивная компания, досрочный род. Вот. И, собственно говоря, я даже думаю, ну пойду учиться в институт. Вот. Слава богу, я не доучился. Вот. Несколько курсов я закончил. Экономического факультета. Вот. Потом я попал в бизнес. Там мне объяснили, что проще нанять. Обученный. Вот. Они специально учились. Тебе уже не надо. Берешь, нанимаешь их, и они на тебя работают. Все хорошо. Вот. И, собственно говоря, был очень хороший, классный бизнес. И когда денег стало очень много, стало очень грустно. То есть, когда уже все, знаете, как в анекдоте. Морду из черной игры поднимаешь и понимаешь, жизнь удалась. А все еще равно чего-то не хватает. Вот. И ходили такие смешные люди со значками. Я над ними издевался. Отвали всех своих друзей этим заниматься. За одним мы потом встретились на большой конференции. Больше мы с ним не виделись. Вот. И, собственно говоря, как-то вот случайно, совершенно через черный ход, через продукт. Маме нужен был продукт. Перепробовали все, что... Не продукт. У мамы были проблемы со здоровьем. Вот. На севере она болела часто. И перепробовали все, что это можно. Ничего не осталось. Последнее, что осталось, что мы не пробовали, это были те самые пищевые добавки. Мне уже было абсолютно все равно. Поскольку я подозревал, что что-то здесь не чисто с этими пищевыми добавками, я решил контракт записать, чтобы изнутри узнать, что это такое за гадость. То есть, когда есть информация очень много за, очень много против, я думаю, я зайду к ним внутрь и посмотрю, что это такое. Вот. Зашел к ним внутрь, ну вот, и не вышел. Как вчера рассказывали, вход есть, выхода не оказалось. Зашел внутрь, мне показали систему, она мне страшно понравилась. Я сказал, это все то, что я искал всю свою жизнь. Вот. Посмотрел на сетевиков, понял, что они полные лохи в бизнесе. Вот. Смешные, ничего не понимают. Вот. Чушь какую-то несут. Вот. Герд бизнесом занимается. Я думаю, ну сейчас я их всех и сделаю. Я же из бизнеса, я же все с деньгами, все хорошо, с опытом. Вот. Раз попробовал, два попробовал, ничего не получилось. Вот. Я уже начал подозревать, что все-таки нужно иногда вставать, хлопать, кричать, там что-то такое. Я стал подозревать уже. Вот. Но. Думаю, надо съездить в Америку, посмотреть на родине этого бизнеса, как этот бизнес строится. Я уехал в Америку. Там меня сразу обучили. Очень хорошо. Я приехал. Это была компания Herbalife. Как вы понимаете, с ней я уехал, с ней я вернулся. В Америке, правда, я познакомился с многими другими компаниями. Вот. МВэй, Мэри Кэй. Мне даже в Мэри Кэй мужчины попадаются. Попадаются. Компания Нью Вейс была еще, компания Носкин такая, она у нас не работает. Ну, с лидерами, с разными пообщался. Вот. Много они мне что-то приоткрыли. Я не все понял. Но очень много записал. Вот. И когда я вернулся, у меня такое правило есть. То, что я понимаю, я записываю. То, что я не понимаю, я записываю дословку. Вот. И я когда приехал, уже в Россию вернулся. Я был такой продвинутый уже. Много чего знал. Я единственный знал больше Микибери маркетинг-клана. Подробнее. Вот. Больше у него никто не знал. Я знал некоторые подробности, которые даже он не знал. Но не в этом дело. И как-то я так начал работать. Закрыл квитикацию Гетто. Это было очень быстро. Максимальный чек в Herbalife 4700. Это уже милтимовский, в принципе, чек. Вот. Но квитикацию я не закрыл. Один месяц. И открыл все. И ушел благополучно в компанию Визион. В 1996 году. Мне понравились некоторые люди, которые там я общался. Я был на второй линии у Эрика Клера. Кто знает такого товарища. Первый чек компании. Два года в компании Визион. Я был в квитикации 4 карата. Закрытой. И 4 месяца я был в квитикации 6 карат. Это уже было после кризиса 1998 года. И по независимым, зависящим от меня обстоятельствам, на самом деле. Не, 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 наоборот. По зависящим от меня обстоятельствам. Вот. Как вам сказать? Ну, в принципе, меня выгнали, и я с этим согласился. То есть была возможность согласиться, я согласился. Вот. С компанией Визион. За моральное поведение сразу говорю. За что? Вот. Максимальный чек был 30 тысяч долларов. Вот. Уходил я с чеков 16 тысяч долларов. Уже после кризиса. И вот я оказался в компании Ипсум. Ну, такой замечательный проект. Вот. Многим он запомнился. Ну, вот. Никому позитивно. Наверное, кроме некоторых групп людей. Крайне был неудачный. Два года мы учились работать без продукта и без вознаграждения. Понять могут только некоторые товарищи, что это такое. Некоторые говорили, что мы мошенники. У мошенников обычно кто-то должен разбогатеть. Кто должен потерять, кто должен разбогатеть. Вот. Никто не разбогател. Мы все потеряли. Я вышел с долгом в 14 тысяч долларов. Вот. И сильно думать времени не было. Первое, что подвернулось под руки. Вот. Большой, сияющий, добрый человек внешне. Вот. Господин Довды. Вот. Я туда попал. Они год уже работали. Через 4 месяца я стал первым чеком этой компании. И все оставшееся время, 4 года работы в этой компании, я там был первым чеком. Это должность. Первый чек. Ну, вот. И максимальный чек был 52 тысячи долларов в месяц. Вот. Ушел я с чеком в 14 тысяч долларов. Понимают только некоторые. Я вижу, смеются только те, кто понимают. Это хорошо. Вот. Я тоже смеялся, когда уходил. Вот. Потому что я не знал, куда совершенно. В голове было масса вариантов. Сразу сознаюсь, коралловый клуб практически никак не рассматривал. Я его с 2001 года знаю. Даже в мыслях не всплывал. Вот. Потому что я понимал, что я не медик. Мне здесь ничего не светит. Вот. Нет. Ну, просто когда я попадал на рандеву. Это был очень интересный рандеву. Такие, знаете. Попадал человек на меня. Такой дистрибьютор какой-то попадал мне. Он всегда мне говорил, есть у меня спонсор. И говорил, врач. Я говорю, а что, я выгляжу, мне уже пора, врача. Он говорит, нет, 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 это вот суперлидер. И приходил лидер. И начинал мне с вопросов о диагностике состояния моего здоровья. Я играл, начинал играть. Я вообще его люблю играть. Почему? Потому что я себя очень неуязно чувствую на сцене. Это единственное, что мне до сих пор не нравится в сутболе бизнесе. И единственное, к чему не могу привыкнуть. Я не люблю выступать. И да я даже не считаю все деньги на сцене. Я считаю, что деньги, они вообще не с людьми. Причем как бы с новыми. На сцене, вот я знаю очень много людей, они выходят, замечательно выступают, человек у них не увеличивается. Хотя бы это абсолютно правильная вещь. Поэтому я проверял. Денег на сцене нет. И, собственно говоря, у меня была привилегия первого человека. Я мог делать все, что уже угодно. Четыре года первым человеком может делать все, что угодно. Практически. Только шето не пройдет в своих выступлениях. И я даже не мог стоять, потому что мне очень неудобно. У меня ножки трясутся там. Мне проще летать, чем стоять перед людьми. Еще дело в том, что ты их чему-то учишь. Здесь половина людей. Меня вчера не рассказало больше, чем я за всю свою жизнь узнал. Поэтому я брал обычный стул и садился на сцене. И с людьми просто разговаривал, как будто один на один. Мне так всегда проще, когда вот ищешь. И не знаю. Ну, короче говоря, дальше с историей было что замечательного? Дальше с историей было замечательно. Да, я начинал, поскольку мне всегда нравится общаться с людьми, я с удовольствием играю в их игры. И я начинал эту игру под названием «Продукт – это самое классное. наш продукт лучше, чем лучше, тем, что он наш». Я говорю «Замечательно. Верю, что ваш продукт». И я так, ну, значит, типа, и говорю «Ну, верю, я знаю, что продукт классный. Берешь любую банку». Она говорит «Нет, не любую». Я говорю «Как не любую?» Она говорит «Только после консультации со мной. Надо посмотреть еще, вам не любую банку можно». «Так нельзя, как вы. Вот это вы угрозой МЛМ», говорят. «Вы людям можете навредить». Вот. Он говорит «Ну, понятно, да». Вот, я говорю «Ну, раз я не вписываюсь в нашу компанию, угрозу представляю определенную игру, я, как бы, останусь просто кушать». Безконтрольно, без врачебного надзора. Без диагностики. Вот они говорят «А что вы юродствуете?» Я говорю «Вы знаете, не знаю, вот вы врач». Она говорит «Да, врач, уважает себя, уважительная профессия, особенно для бывшего летчика, очень уважительная, мы всегда жили дружно». Вот. Я говорю «Васколько физически вы можете через себя пропустить людям?» Она говорит «Я говорю «Вы зачем этим занимаетесь?» Она говорит «Я людям помогаю». Вот «Вы меркантильные», она говорит «Вы только о деньгах и думаете. Вы пришли в этот бизнес любой ценой делать деньги. А вот я людям помогаю». Я говорю «Верю». Вы сколько людям можете помочь за свои рабочие деньги? Сколько? 70 людей пропустите за рабочие деньги? 70-то много. Очень много. Может быть, один раз в месяц, один день я поработаю. Я говорю «Вы знаете, у меня, в принципе, несколько тысяч человек в организации, которые просто пользуются продукцией и не болеют. Потому что я эффективнее врача». Она говорит «Как?». Я говорю «Нет, нет, я сказал, что в плане здоровья я эффективнее. А в плане лечения только к вам. Если болеешь, то к врачу. Если хочешь быть здоровым, то ко мне». АПЛОДИСМЕНТЫ И, собственно, она говорит «Вы несерьезный человек?». И говорит «Таким, как вы, у нас не место». Я понял, удаляюсь. И так продолжалось очень долго. Я встречался, люди приходили и говорили «У меня такая квалификация. Вот, большая. Вот есть ли человек, который оставлял у меня искру надежду?» Это был Дима Тетерин. Он скромно, очень далеко от меня ее оставлял. Далеко. Ну, был таким лучом света, что в Кораллампуде есть люди нормальные. Без медицинского образования. Хотя у него мама медик. Это меня смущало. У меня мама инженер-строитель. Вот. И, в общем, короче говоря, вот так вот оно все, собственно говоря, и сложилось. Вот. Подписал меня господин Казах. Я пришел с большим сомнением внутри. Думаю, ну как, у нас были критерии отбора, в принципе, компании. Мы рассматривали много разных компаний. Я шел с неспокойным сердцем. Меня уговорили мои ребята. Говорят, иди поговори с этим человеком. Тебе понравилось. Я пришел и увидел Казах. Честно говоря, что это извините, не понравилось. Вот. Ну, как вам сказать? Против, как я говорю, когда ты долго работал с Довганем. Вот. Казах выглядит, мягко говоря, спокойно. Вот. И вел себя, знаете, так. У него не было таких широких жестов. Такого шага такого. Ну, как-то он так спокойно совершенно себя вел. Вот. И даже, даже намекнул мне, что меня тут и не ждали, собственно говоря. Ну, я так пытался это выторгивать. Типа, говорю, мне какую-нибудь сеть дайте там вдохненькую, плосенькую там. Ну, я и так, конечно, сказал. Я говорю, убедите меня, чтобы я работал в вашей компании. Он говорит, ха! Сейчас. Сейчас. Можешь и не работать. Вот. И с этого начался нормальный уже разговор. Вот. И мне понравилось, что у человека абсолютно такая вот ясная концепция в голове. Принципы есть. Мне уже принципов хотелось. Уже хотелось. Я уже дошел. В задействительном маркетинге мне уже кроме продукта и маркетинг-плана хотелось принципов. Вот. Вы прекрасно понимаете. То есть я подписался бы, но вот. А вы понимаете, что я такое большое приключение для вашей компании. Потому что я уже посмотрел. Три женщины, три первых чека. Это примерно как три хохлушки. И я понял, что из них две. Две хохлушки. Да, из них две я и говорю. То есть надо как-то это дело разбавлять. Дима и Федренко. Вот. И вот я, собственно говоря, так вот. Вот, ну. Ну, поэтому, чтобы потом ничего никому не говорили, чтобы лидеры поняли, что они сами все это сделали. Вот. Я и подписался в первую линию от своего спонсора. Ну, условно. Ну, понятно, его никто в должности не от дел не отвлекал. Да, это господина Казара. Ну, и там еще выше Ленин Таврисович. Вот. Я их, наверное, не сильно буду отвлекать. Я так думаю, кое-что я уже знаю в сетевом бизнесе. Вот. И вот, собственно говоря, моя маленькая история. В заключении я хотел бы, поскольку это не мой день, разумеется, не мои выступления, вообще здесь по приглашению. Ну, короче говоря, вот к чему иду. Есть юбиле. Сейчас не скажу даже двух слов, не выговорю, называется, да? Ну, высшее образование не закончено. Юбиляр есть. Я хотел бы подарить ему некоторый тост. Он странный очень, это не дружеский тост. Я, собственно говоря, очень долго жил на Кавказе. Это не тост друзей, потому что мы еще не пили с вами на голову душа. Это не тост родственников, соответственно, да? Это тост... Есть такие, скажем, астеры, назовем их так. Вот. И когда они встречались, там был такой очень хороший тост встречный. Вот. И я думаю, что вы поймете. Остальные не знаю, как чувствую юмором у всех, но я думаю, что вы поймете. Вот. Я желаю, чтобы вы умерли, но не сейчас, а лет через стол. Я желаю вам, чтобы вы умерли не от старости, а были убиты. И были убиты не случайно, а рукой ревнивца. И не по навету, а за дело. Алексей Луконин. Ежипрудный директор, город Носква. И путеводитель. Завелось бы. Спасибо.